Это я, меня зовут Данила. Два года я работаю в Авито код-генератором, пишу код. Из-за этого год еще валидирую OpenAPI, и до этого два года, три года валидировал перловый код глазами. Я травмирован. Далее план. План у нас такой. Мы сначала вспомним, что такое OpenAPI. Вспомним про то, что все мы ошибаемся, и это нормально, и нужно нас проверять. Посмотрим, как мы обходим, ну, делаем проверки эти в Авито, и подумаем, что мы можем сделать, и как мы можем писать свое OpenAPI, так, чтобы было меньше ошибок. Итак, вспоминаем, что такое OpenAPI. Ну, возможно, как вы все знаете, OpenAPI — это формат описания HTTP и API. Тут же все бэкендеры, да? Ну, скорее всего, большая часть. Кто не бэкендер тут? Кто не фронтендер? Кто не знает, что такое OpenAPI? Ага, ладно, хорошо. Ну, в общем, OpenAPI — такой формат. Тут есть пути, тут можно описать пути. Метод и какие-то параметры запроса, какой-то ответ. В общем, все просто, достаточно. Просто он многословный достаточно. Итак, мы в Авито его используем для того, чтобы общаться между бэкендом и фронтендом. И, скорее всего, вы тоже его используете. Вот. Далее посмотрим ситуацию. Такая случалась с каждым, вероятно, достаточно базовая. Значит, код Барсик, бэкендер Барсик, пишет, сделал фичу. Теперь ручка кошки и собаки отдает поле Owner вместо поля Owner ID. Скажите, как вы во фронтенде, в своем, выкатите изменения, и мы удалим поле Owner ID. Значит, Пушок отвечает ему, спасибо, выкатили уже в проде. Барсик пишет, я перепутал. Поле называется Owner с большой буквы. Ну, в общем, это один из многих примеров, который может произойти. Можно, например, перепутать тип поля или что-нибудь такое. В общем, много такого. Почему Барсик ошибся? Барсик ошибается, потому что мы все люди, и глазками смотреть OpenApp и схемы сложно, особенно, когда это происходит не в том же месте, где мы пишем код, то есть в каком-нибудь чатике или личке. В каком-нибудь чатике, личке, таске и так далее. Никто не проверяет за Пушком и Барсиком, и мы все люди, и животные тоже нуждаются в проверке. И все иногда ошибаются. А Барсик не виноват. Дальше. Мы хотим помочь Барсику. Что у нас было до того, как мы что-то с этим сделали? У нас был самописный код-генератор для Go из OpenApp. Вот. Из OpenApp-схем. У нас было больше 5000 сгенерированных эндпоинтов с помощью этого кода-генератора. Не в одной схеме, а в трехсотнях разных схем. То есть у нас там 300 микросервисов, в них суммарно 5000 эндпоинтов. И сайт Авито, который эти эндпоинты использует, и несколько, множество версий iOS и Android-приложений. И очень сильное желание помочь Барсику. Значит, давайте определим, как мы можем помочь Барсику. Ну, мы в Авито любим все валидировать, поэтому мы решили, что нам нужна система, которая будет, во-первых, блокировать изменения, которые ломают OpenApp для клиента. OpenApp-схему. Ну и, соответственно, код тоже. Система должна гарантировать, что код в проде, который у нас выкачан, и OpenApp-схема соответствуют друг другу. Потому что там бывает такое, что код поправил в OpenApp-е, ну, забыл или что-то такое. В общем, нужно гарантировать. Ограничивать использование некоторых фичей OpenApp-е, потому что они на самом деле иногда только запутывают. Но это мы дальше посмотрим. И самое страшное, что за 20 лет ничего похожего, ну, похожее сделали, но ничего прям подходящего нам не сделали. На самом деле, пару месяцев назад я что-то такое нашел, но мы начали раньше. Вот. И поэтому все это сделали сами. Итак, давайте начнем делать. Ну, во-первых, у нас был код-генератор. Из него мы выбрали, выделили как бы модель данных. Эта модель описывает OpenApp-е. Тут есть Storage. В нем хранятся все сложные объекты, то есть как TypeObject в OpenApp-е, то есть то, что состоит из каких-то других объектов. По ссылке, чтобы можно было всякие рекурсивные штуки поддерживать, например, рекурсивные типы. Вот. И дальше сама структура OpenApp-е. Соответственно, там пути, методы, в методе, там, поле запроса, тело ответа, тело запроса, тело ответа, все такое. И каждый вариант, ну, каждый тип ответа может быть либо примитивным типом, который in place, либо, ну, соответственно, структурой или каким-то примитивным типом, вроде там строки, in-ta, flota, bulla, там, бинарного типа, что-то такое. Вот. Дальше. Мы дальше начали валидировать вот эту модель. Как? Ну, во-первых, у нас там есть свои валидации и другое, что, допустим, у нас есть схема сервиса. Она определена в сервисе, и сервис из нее генерируется. Выглядит вот так. Клиент как-то ее копирует себе, и тоже из нее хочется сгенерироваться. Но у них она чуть различается. Различается вот здесь, то есть тут у сервера id это строка, у клиента id это интеджер какой-то. И у сервера он еще хочет, чтобы мук приходил в запрос токен. А клиент как бы, ну, у него это не описано. Вот. И еще сервер отдает код 201, который клиент тоже не обрабатывает никак. Ну, и мы написали валидатор, который мы назвали differ. В общем, вот такой вот код на гошке. Мы парсим какую-то схему сервиса, парсим клиентскую схему, прогоняем их в differ, и он выводит список строчек, которые являются ошибками. Типа такого. То есть там типа по пути, там, path, foo, foobar, get, что-то там, request body, application.json.id. И несовместимы. Там int, тут string. Ну и, соответственно, вот эти вот все ошибки так выглядят. Дальше нам эту штуку нужно внедрить в цикл разработки. Раньше у нас цикл разработки строился вот так вот. То есть у нас изменялся OpenAP. Дальше мы запускали кодогенерацию, происходила кодогенерация. Далее после кодогенерации создавал разработчик PR и выкатывал код. Вот в это место, то есть между изменением OpenAP и кодогенерации мы добавили валидацию, которая проверяет нашу схему, ну то есть схему сервиса об схему клиента. Или, например, схему клиента об схему сервиса через вот этот differ, который мы смотрели раньше. Также эта же валидация проходит перед выкаткой, после PR. И после выкатки мы сохраняем текущую схему. Например, у нас схема сервиса, он выкатился, мы ее сохранили, чтобы потом валидировать об нее клиентов. То же самое происходит с клиентами. То есть после выкатки клиента мы сохраняем его схему, и в следующий раз, когда сервер пытается изменить свою схему, мы ее валидируем. Ну, мы его валидируем об его клиентов. Дальше. Как работает Barsic? Ну, например, он удаляет какое-то поле из OpenAPI-сфеки. Смотрим, git.div показывает нам, что поле удалили. Запускает авито-код ген, ему показывают, что ты не можешь удалить то поле, оно используется. Значит, пока есть несовместимость схемы, код сервиса не сгенерируется, и сервис не сможет выкатиться. И после выкатки новая OpenAPI-сфема сервиса будет сохранена. Ну, как мы и говорили. Что делает Pushok, то есть фронтендер? Так, тут гифка началась не сначала, но ничего, мы подождем. В общем-то тут видно, вот он делает, ладно, посмотрим сначала. Закончится. В общем, тут такая же история. В общем, Pushok может сделать авито-апико-импорт, это у нас своя утилита, и она ему выдаст все вообще ручки, которые у нас есть. Он может выбрать произвольную, и ему скопируется схема прямо, выдрится кусок пути, кусок схемы просто будет изъят и скопируется ему. Дальше он может ее как-то поменять также, и сделать авито-код-ген, и ему также покажут ошибки, если они есть, то есть если он что-то не учел. Ну, и также он не сможет сгенерироваться, не сможет выкатиться, и его схема будет сохранена. Да. Про код-генерацию. Так как мы выдрали модель из код-генератора, дальше мы начали с помощью нее писать много разных код-генераторов. Одной командой вид-код-ген мы в зависимости от проектов, которые запускаем ее, получаем либо сервер на го, ну, то есть сервер на го, либо клиент к этому коду на TypeScript, либо клиент на свифте, либо клиент на котлине, и все они трактуют OpenAP абсолютно одинаково, потому что они все генерируются из одной и той же модели. В общем, все круто. Дальше. Вам может показаться, что я вам так все объясняю, что как будто бы все круто. И вот так вот радостно мы это все писали. На самом деле, скорее, это происходило вот так. Значит, почему? Потому что OpenAPI, в общем, слишком всеобъемлющий формат. Он создан не для кода-генерации и не для валидации. Он создан для того, чтобы описать что-то. Ну, в те годы, когда он был создан, описывали все сильно по-разному. Соответственно, там много всего есть, что мы не всегда хотим использовать. И я предлагаю вам некоторые правила, которые можно соблюдать и оставлять свои OpenAPI-схемы красивыми. В общем, первое. Задавайте имена типов. То есть у любой схемы есть поле title, которое вы можете задать. И любой кодогенератор его сгенерирует нормально. Это приятно. Если их не задавать, то получаются большие страшные названия. Не делать так. Второе. Вы можете описывать схемы прямо внутри пути, например. Но, пожалуйста, описывайте их в схеме, в компонентах. Почему? Потому что иначе получается очень-очень вложенная схема. Она прямо вправо разъезжается. Так нормально. И ее очень сложно понимать. Так же, так как это все находится в схемах, это общий словарик, и это позволяет избегать коллизии имен. Дальше. Опциональность в OpenAPI. Опциональность в OpenAPI — это больно, потому что есть целые два способа задать опциональность. Первый — это просто не объявлять поле required, то есть не добавлять его в списочек required полей, которые требуются. Тогда пустой объект будет валиден. Объект с полем и строчкой будет валиден. Но объект с полем и null будет невалиден. Это ужасно. Дальше. Второй способ. Можно оставить его required, но при этом объявить nullable. Тогда пустой объект будет невалиден, строчка будет валидна, и null будет тоже валиден. Нормальный вариант, по нашему мнению. Поле не указывать в required и делать nullable. Тогда вы можете трактовать пустой объект и объект с nullом как одно и то же. В общем, как опциональное поле будет и отсутствующее, и null. Почему это? Я считаю, что так нужно делать, потому что большинство языков программирования статически типизированных, они не умеют понимать, объявлено поле или нет. То есть для них null-поле и необъявленное поле, отсутствующее — это одно и то же. Поэтому рекомендую делать так. Дальше. Объекты, где не надо. Open API абсолютно без зазрения совести позволяет вам делать вот такую штуку. То есть мы объявили какой-то параметр в query-параметрах, назвали его bar, и внутри описали какие-то дико вложенные объекты, в которых внутри другие объекты и все такое. Как это кодировать, декодировать — абсолютно непонятно. В общем, не делайте так. Используйте, пожалуйста, вот эти вот объекты только в JSON, и тогда всем будет легче. Вам будет легче, код-генераторам будет легче. Тем, кто будет читать ваши схемы, будет проще понять, как же обращаться к вашему сервису. Дальше. One-off. Самый мой персональный враг, короче, в OpenAP. Почему? Ну вот есть такая штука one-off. Она, буквально вы можете сказать, что тут прилетит либо такой тип, либо другой тип, либо там еще третий какой-нибудь тип. Вот. Соответственно, нам тут прилетает либо foo, либо bar, либо строка. Вот. Ну вот мы можем в TypeScript вот так-то писать и делать проверку вот такую, что type of string, либо если у нас есть поле foo, а мы видим в схеме foo есть поле foo, а в схеме bar есть поле bar, делать вот такую проверку. Короче, вот так вот я себя чувствую, когда вижу такое. Аммм, да. Есть получше. Есть такая штука, как дискриминатор в Anochi. Значит, в чем она заключается? Тут добавилась вот такая вот штука дискриминатор. Это значит, что мы можем объявить какое-то поле, property name type, которое будет во всех вариантах этого объекта. То есть вот здесь, здесь, вот. Это поле может принимать варианты, описанные в маппинге, то есть foo, bar, и тогда, если там foo написано, то тогда это будет вот эта схема. Если bar, то будет вот эта схема. И теперь в TypeScript это выглядит вот так, поприятнее. Мы теперь знаем, что у нас есть всегда поле type, которое мы можем проверить. И вроде бы все классно, но у нас есть статически типизированные языки, в которых мы должны сначала десерилизовать только поле type, потом понять, что это за тип, потом начать его десерилизовывать целиком. Это медленно, это двойная десерилизация, и во всяких клиентах типа мобилок нельзя делать потоковую десерилизацию, что ужасно, потому что ваша батарейка будет улетать в ноль со скоростью света. Значит, резюме. One-off, он сломан. Причем его пытались подчинить с помощью дискриптора, ой, дискриптора, дискриминатора, но все равно не получилось, потому что им варианты представлены внутри типа. Это неудобно со статической типизацией, это неудобно сравнивать на совместимость, это имеет неспецифицированные краевные случаи, например, как что будет, если мы хотим тут описать стринг. Как? У него нет поля, ну, то есть у него нет никакого property. В общем, что можно с этим сделать? Мы предлагаем использовать объект, у которого все поля не required, и какое-то одно поле, которое будет присутствовать, будет тем вариантом, который нам нужен. Пример. Вот у нас вариант для фу, там написано фу, единственное поле и что-то. Бар и что-то. Стринг и что-то. Можно это описать вот такой вот штукой. Это выглядит компактнее, это выглядит понятнее, однозначнее, проще валидировать, сгенерироваться любым кодогенератором в любом языке. И вы можете, например, определить какой-нибудь свой кастомный формат для своего собственного кодогенератора, который будет из этого генерировать, например, типы суммы в котлине или в свифте. Вот. Это, в общем-то, все грабли, которые я хотел рассказать. Выводы. Open API полон каких-то шероховатостей и сложностей с ним работы. Вот. Человеческий фактор никто не отменяет. Мы в Авито долгое время с этим занимались разными вещами. Вот. И наш опыт привел нас к тому, что теперь у нас все endpoints валидируются на совместимость. Мы можем отслеживать поля, которые мы не используем, и удалять их, ну, то есть деприкейт от поля как бы, и также делать с путями, которые мы не используем, то есть ручки целиком удалять. Мы можем централизованно добавлять любые валидации Open API, которые мы захотим. У нас есть общая кодогенерация для сервиса и всех клиентов его возможных. И Барсик никогда у нас не виноват. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Данила. Так, ну, давайте, как обычно, вы знаете, что делать. Поднимайте руки. Вот. Я первый раз туда посмотрел. Давайте человек в Лиловом. Так. А, куда ты ходишь? Ты вот... Я вот туда показываю. Хорошо, давай. Вот туда показываю, да. Извините. Не договорились. Ну, выбери сама. Привет. Привет. Классный доклад. Особенно, когда ты там выбирал ручки. Прям кайф. Вот. У меня маленький вопрос. А Инна еще один. Как вы определяете, что ручку уже используют? Вот. Типа, там, не было понятно, что там писалось. Да, секундочку. Как мы определяем это? Ладно, я не буду достать до этого момента. В общем, там вы видели цикл разработки. И мы после того, как сервис релизится, мы сохраняем его схему. Вот. И, соответственно, куда мы ее сохраняем? Мы ее сохраняем в... У нас есть сервис, который хранит все схемы. И таким образом мы знаем про все ручки в системе, которые у нас существуют. Окей. Типа, если зрелизилось, значит, дефолт используется. И, соответственно, если... Когда клиент тоже выкатывается, его схема тоже сохраняется. И мы их сопоставляем. То есть у нас есть какая-то ручка клиента, какая-то ручка, которую клиент использует, какая-то ручка сервиса, значит, это одна и та же ручка. И дальше мы проверяем, что нет никаких схем клиента, в которых есть эта ручка. В общем, такая... Класс, спасибо. И еще вопрос. Почему не прото? Там, насколько я знаю, есть инструменты, баф, которые тоже совместимы исправляют. Да, это правда. Ответ достаточно тривиален и прост. У нас уже было 300 сервисов, которые мы не хотели ломать. То есть нам намного проще было написать какой-то еще один сервис, условно, за несколько месяцев, за полгода, чем переводить все 300 сервисов на какой-то новый формат. Клево, спасибо. Так, давайте следующий вопрос. Вот там сзади. Первый увидел руку в белой футболке, младший человек, да. Привет, спасибо за доклад. Во-первых, очень крутой доклад. Спасибо. У меня на самом деле будет два вопроса. В зависимости от твоих ответов, соответственно, второй будет вопрос. Первый вопрос больше про OpenAP. Я не так сильно погружен в OpenAP, поэтому можно ли в OpenAP импортировать какие-то command-типы из других, например, файликов каких-то? Ну, по сути, любой тип там описывается JSON-схемой и можно импортировать из JSON-схемы, собственно. Окей, то есть, когда ваш генератор запускается, то все дерево импортов, оно, по сути, импортируется тебе в проект. Да. И генерируется код уже из этого. Да. У нас есть папочка API, в которой есть файлик схемы YAML, и рядом может лежать какое-либо, ну, любое количество других файликов, из которых можно импортировать. То есть, схема у нас не один файлик, а она разбита на кучу файликов, и мы храним, по сути, целиком эту папочку. А, то есть, вы рекурсивно, получается, все зависимости? Да, мы все зависимости собираем. Все, понял. Спасибо. Тут, наверное, надо отметить, единственное, что это нет шаренных вот этих компонентов, это в одном репозитории все лежит. Да, это в одном репозитории все лежит, то есть, у нас нету, нельзя импортировать откуда-то извне. Давайте для справедливости справа, может быть, возьмем вопросы. Нет, есть вопросы? Да. Спасибо. Да, классный доклад, спасибо. А почему пакт не взяли? Пакт. Есть пакт для валидации, там, схем, вот, пакт-брокер, там, где можно как раз-таки уведомляшки получать. Честно говоря, первый раз слышу о таком, вот, это для OpenAP. Да, мы его в делив рекламе еще использовали. А, ну, видимо, не нашли. Опенсорс, да. На самом деле, частично, ну, мы написали свою штуку, потому что, во-первых, мы не нашли другую штуку, во-вторых, некоторые, ну, валидации в OpenAP, мы хотели кастомизировать, и некоторые штуки в OpenAP мы хотели трактовать по-своему. Вот, поэтому, чтобы у нас везде была одна, одинаковая трактовка и в код-генераторах, и в валидации, мы, как бы, дописали свой инструмент. Спасибо. Вот сзади вопрос черным. Да, да, да. Спасибо за доклад, очень классный. Барсик, правда, никогда не виноват теперь. Вот, вопроса два. Первый вопрос. Как теперь получается мне сделать изменения в схеме, чтобы у меня ничего не отвалилось? То есть начинать с фронта или как вот это вот? Зависит от того, что вы хотите добавить. Если вы хотите добавить что-то в ответ, то есть то, что потребляет фронт, то, соответственно, вы должны сначала это сделать во фронте и быть готовым к тому, чтобы это принять, и потом уже делать в сервере. Если это какое-то поле запроса, то, ну, да, запрос тоже так может работать. Ну вот, например, если вы какое-то поле запроса хотите добавить, вы можете добавить, например, в сервис этот запрос, ну, это поле запроса как опциональное, потом добавить его в клиенте и так далее. То есть есть какие-то изменения, которые валидные. Ну, а если выпилить хочу, соответственно. Если выпилить, то вы пытаетесь выпилить, смотрите, если у вас свалилась валидация, значит это кто-то использует. Если не свалилась, то значит никто не использует. Ну, соответственно, если у меня фронт использовал, Я хочу его выпилить на фронте, а он, как у меня, покажется, что использовал? Не-не-не. Если вы выпиливаете из поля ответа на фронте что-то, то все окей. Ну, то есть, значит, если вы хотите из ответа что-то выпилить, то вы сначала идете на фронт, там перестаете использовать это поле, и, соответственно, потом на бэке просто это поле удаляете. Окей. Спасибо. И второй вопрос. Зачем два раза валидировать? То есть, понятно, один раз мы провалидировали, когда мы написали код, ну, коды генерации, соответственно, потом провалидировали, а второй раз после пиара, там, после пиара, по-моему, зачем? После пиара у нас бывает такое, что, например, какой-то пиар смержился, и потом прошло какое-то количество времени, ну, то есть, там, разработчик ушел в отпуск, например, потом вернулся, и ему нужно выкатить этот код, и если мы, ну, соответственно, не будем проверять его, то он может потенциально, то есть, без проверки выкатить какую-то схему. А, то есть это после пиара, но перед релизом? Да, перед релизом. Все, понятно. Спасибо большое. Давайте вот туда, Мила, передай, пожалуйста, да, вот человек. Привет, спасибо большое за доклад. У меня тоже два вопросика. Первый вопросик. Насколько стало сложнее удалять лишний поле? То есть, допустим, есть, ну, как бы, десяток сервисов, которые используют это поле. Ты говоришь, я хочу сделать новое поле. Сделаешь новое поле, чтобы не было breaking change, но потом ты хочешь удалить лишнее поле. Это нужно каждому сервису сходить один из календов. Да, это, я понял вопрос. Это хороший вопрос. Действительно, это так, что вы теперь должны сходить к десяти сервисам, которые его используют, ну, к десяти фронтам, удалить из десяти фронтов и потом удалять. Но у нас чаще всего, ну, у нас всего три фронта, условно. Первое. И второе обычно, ну, мы сейчас работаем над этим и добавляем поддержку деприкейтед, короче, open API, чтобы ты мог задеприкейтед поле, и всем, кто его использует, будет рассылаться уведомление, что, пожалуйста, перестаньте. Ну, в общем, такая долбежка происходит. Классно. Спасибо. И второй вопрос. Ты сказал в самом начале, что ты нашел похожий инструмент, который как будто решил бы вашу проблему. Да. Ты не рефлексировал на тему того, что не проще было бы взять его? Проще было бы, но мы начали это делать до того, как мы нашли другой инструмент, первое. И второе, он падает на половине наших схем. То есть он пока, ну, сырой достаточно. Ну, окей, то есть, типа, все равно еще недостаточно готов. Да, он недостаточно готов для того. Понял. Большое спасибо. Давайте быстренько последний вопрос. Спасибо за доклад. У меня еще вопрос. Кто-то, может быть, архитекторы, занимаются еще в валидацией или вообще участвуют в создании API? То есть вот валидатор совместимости, понятно, а там более сложная конструкция? Да, я понял. Ну, какие-то валидации. У нас сейчас происходит внедрение системы аудита новых, ну, новых ручек публичных. Пока она внедряется, но там планируется такое, что будет целый workflow добавления, в котором будет входить, например, аудит от систем, ну, от безопасников, аудит от первотестирования и все такое. В общем, там внедряется сейчас эта система, пока не готова. Ну, на самом деле, отлови его потом в кулуарах, спроси у него кодовое слово TDR, и он тебе еще больше всякого прикольного расскажет про эту тему, да. Там такой процесс приличный. Так, ну что? Вот там человек еще стоит. Если есть время... У нас уже время, к сожалению, закончилось. Потом тебя поймают, я думаю, спросят. Что, спасибо всем за вопросы. Давайте поблагодарим тех, кто их задавал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!